Евро 2024 уже постепенно подходит к концу, ведь в турнире осталось сыграть всего один решающий матч. На этом соревновании кто-то совсем не оправдал ожиданий, а кто-то наоборот прыгнул выше головы и удивил болельщиков. В тот момент, когда вокруг никто не верит в успех, некоторые команды смогли показать отличные результаты. Сегодня мы расскажем вам о сборных, которые удивили всех на Евро 2024. Сборная Нидерландов Команда Рональда Кумана прямо перед стартом турнира лишилась двух очень важных футболистов. Полузащитник Фрэнки де Йонг получил неприятную травму, которая вывела его из строя на несколько недель. Сразу после этого оранжевые потеряли другого хавбека – Тёна Капмейнерса. Куман строил на игрока большие планы, но Капмейнерс перед товарищеской игрой получил травму на предматчевой разминке, из-за чего был вынужден пропустить Евро. Таким образом, Нидерланды были вынуждены подойти к чемпионату Европы со связкой полузащитников в лице Тиджани Рейндерса и Йордис Хаудена, который является игроком ПСВ. На групповом этапе оранжевые стартовали волевой победой против Польши. Три очка команде принес нападающий Ваут Векхорст, отличившийся после выхода на замену. Во втором туре Нидерланды сыграли в нулевую ничью и смогли отобрать очки у фаворита группы в лице Франции. В заключительном матче подопечные Кумана встретились с Австрией, которая довольно неожиданно добыла волевую победу 3-2. Нидерланды финишировали в группе третьими, но смогли выйти в плей-офф за счет четырех очков и разницы мячей. В одной восьмой финала оранжевым противостояла Румыния, которая смогла выйти из группы с Украиной, Бельгией и Словакией. Подопечные Кумана без проблем разобрались с соперником и победили 3-0 благодаря голу Коди Гагпа и дублю Дониэла Малина. В четвертьфинале нидерландцам противостояли турки, которые тоже стали одной из команд сюрпризов на Евро. Оранжевые пропустили первыми, но во втором тайме смогли отыграться благодаря мячу Стефана Деврея и автоголу Мюльдура. Таким образом, нидерланды впервые за 20 лет вышли в полуфинал Евро. Подопечные Ральфа Рангника попали в своего рода группу смерти, где выступали Франция, Нидерланды и Польша. Многие думали, что в лучшем случае команда сможет выйти из группы на третьем месте, но австрийцы смогли всех удивить. На чемпионат Европы подопечные Рангника поехали без своего капитана Давида Алабы, который зимой получил травму крестообразных связок колена. Также Австрии не смогли помочь нападающий Саша Калайджич и полузащитник Ксавер Шлагер. Несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, команда отлично выступила на групповом этапе. В первом туре австрийцы проиграли Франции из автогола, но в целом смотрелись очень бодро против одного из главных фаворитов Евро. Уже во втором туре подопечные Рангника показали свою мощь и обыграли Польшу со счетом 3-1. В заключительном матче Австрия преподнесла еще один сюрприз, добыв в левую победу 3-2 над Нидерландами. Благодаря этому результату команда выиграла свою группу и вышла в плей-офф с шестью очками в активе. К матчу 1-8 финала против Турции австрийцы подходили в статусе явных фаворитов, но, к сожалению, для подопечных Рангника дела не заладились с первых же минут. Турки сразу же отличились со стандарта, а во втором тайме удвоили преимущество после очередной подачи с углового. На 66-й минуте Михаил Грегорич сократил отставание до минимума, но в оставшееся время Австрия не смогла спастись. В итоге подопечные Рангника вылетели с 1-8 финала, но болельщики все равно остались довольны тем, как команда выступила на групповом этапе. Красные крестоносцы провели впечатляющий турнир, хотя результат для них мог сложиться еще лучше. На групповом этапе подопечные Мурата Якина стартовали с победы 3-1 над Венгрией. Основной нападающий Бриль Эмбало не был готов выйти на поле с первых минут, но, появившись с замены, сумел отличиться голым и поставить точку в матче. Во втором туре с Шотландией швейцарцы не смогли добыть победу и ограничились ничьей 1-1. В заключительной игре с Германией решалась судьба победителя группы. Дан Ндойе сумел вывести красных крестоносцев вперед на 28-й минуте, но во втором тайме немцы сравняли счет и матч завершился в ничью. Первое место забрала Германия, а Швейцария с пятью очками финишировала второй. В 1-8 финала красные крестоносцы вышли на сборную Италии, которая с трудом вышла из группы с Испанией, Хорватией и Албанией. Несмотря на все сложности, сквадра Адзура считалась фаворитом матча против Швейцарии, как минимум за счет наличия в составе более именитых футболистов. Несмотря на все прогнозы, в этом поединке случился сюрприз. Швейцарцы в первом тайме вышли вперед усилиями Рэма Фройлера. А на самом старте второй половины Рубен Варгас забил потрясающий гол и удвоил преимущество подопечных Якина. Итальянцы в оставшиеся минуты не смогли отыграть ни одного мяча, и Швейцария в результате заслуженно вышла в четвертьфинал. На этой стадии красные крестоносцы встретились с Андрей. Команда Гарте Саутгейта получила много критики на Евро, но как ни крути англичане подходили к матчу со Швейцарией в статусе фаворита. Впрочем, красные крестоносцы и тут смогли удивить соперника. Когда на 75-м минуте Бриль Эмбалу открыл счет, многим казалось, что Швейцария уже в полуфинале. Но позже Букаю Сака восстановил паритет дальним ударом и перевел игру в дополнительное время. В экстратаймах команды не забили ни одного гола, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Защитник швейцарцев Мануэль Аканджи не забил свой первый удар, а голкипер Ян Зомер не совершил ни одного сейва. В результате из-за одного промаха Швейцария проиграла англичанам и лишилась места в полуфинале. Зато болельщики остались довольны, ведь их команда не только смотрелась здорово, а еще и не потерпела ни одного поражения в основное время в пяти матчах Евро. Подопечные Винченцо Мантелло начинали турнир в одной группе с Португалией, Чехией и Грузией. С 2008 года Турция постоянно проваливалась на крупных соревнованиях, поэтому в этот раз от команды ничего серьезного не ждали. Так как в Германии проживает много турков, подопечным Мантелло была обеспечена очень серьезная поддержка на трибунах. В первом туре Турция в очень сложном матче смогла бы играть Грузию со счетом 3-1. Потрясающими голами отметились Мерт Мюльдур и Орда Гюлер, а точку в поединке поставил Керем Актюркоглу. Во втором туре турки разгромно проиграли Португалии 0-3. Второй мяч команда Мантелло пропустила очень глупо. Самет Акайдын в простой ситуации отправил снаряд в собственные ворота. В заключительном матче против Чехии Турция смогла реабилитироваться. Играя большую часть поединка с численным преимуществом, туркам удалось победить со счетом 2-1 благодаря голам Хакана Челханаглу и Джен Катасуна. Финишировав на втором месте в группе, туркам пришлось сыграть в 1-8 финала с Австрией, которая, как мы помним, выиграла квартет с Францией, Нидерландами и Польшей. Несмотря на статус аутсайдера, турки уже на первых минутах вышли вперед благодаря голу центрального защитника Мериха Демирала. Во втором тайме этот игрок вновь отличился с углового и оформил дубль. Во время празднования второго гола защитник показал определенный жест с политическим контекстом, из-за которого UEFA его дисквалифицировала на два матча. Австрия в оставшиеся минуты смогла отыграть всего один мяч. Под самый занавес Турция могла пропустить второй гол, но вратарь Мерт Гюнок совершил, вероятно, самый эффектный сейв-турнира и сохранил для своей команды путевку в четвертинал. На этой стадии туркам противостояли Нидерланды, в матче с которыми подопечные Мантеллы вновь повели в первом тайме благодаря голу Самета Акайдына. Во второй половине встречи оранжевые отыгрались, а затем и вышли вперед. У Турции было несколько убойных шансов сравнять счет, но забить так и не удалось. В итоге команда со слезами покинула турнир на стадии четвертьфинала. Но несмотря на горечь поражения, туркам есть за что гордиться, ведь от них мало кто ожидал столь яркой игры. Сборная Грузии Для подопечных Вилли Саньоля Евро-24 стал первым крупным турниром в независимую эру. К соревнованию в Германии грузины подошли с такими лидерами, как вингер Хвича Кварацхелия и голкипер Георгий Мамардашвили. Отдельного внимания заслуживает Жорж Микаутадзе, который забил три гола и на момент группового этапа являлся лучшим бомбардиром Евро. В первом туре Грузия встретилась с турками и показала очень хорошую игру. Впрочем, подопечные Саньоля потерпели поражение во многом из-за дальних ударов Гюлера и Мюльдура. Во втором туре грузины открыли счет в матчах с чехами, но матч в итоге завершился в ничью 1-1. Последний поединок с Португалией был невероятно важен для подопечных Саньоля. Команда нуждалась в победе, а добиться нужного результата было крайне непросто. Даже несмотря на то, что Португалия к тому моменту уже решила все вопросы в группе и не выпустила на матч с Грузией всех игроков основы. Уже на старте поединка Хвича Кварацхелия вывел свою команду вперед, а позже Микаутадзе забил с пенальти и поставил точку в поединке. Грузия показала превосходную игру в обороне. Отдельно стоит отметить вратаря Георгия Мамардашвили, который запомнился кучей эффектных сейвов. Выйдя из группы с третьего места, грузинам пришлось сыграть в 1-8 финала против одного из главных фаворитов турнира в лице Испании. Подопечным Саньоля на удивление удалось открыть счет благодаря автоголу Рубана Ленормана. Но затем Красная Фурия пришла в себя и забила сопернику 4 безответных мяча. Грузия проиграла 1-4, но покинула турнир с высоко поднятой головой, добившись отличного результата на первом в своей истории крупном соревновании. Сборные, которые попали в этот ролик, сполна могут гордиться своими выступлениями на Евро. Но в душе у некоторых игроков наверняка остались сожаления и мысли о том, что их команде не хватило буквально чуточку везения для выхода в следующий раунд. Друзья, какая сборная стала главной сенсацией Евро 2024 лично для вас? Напишите свои варианты в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok